Это живописный уголок и любимое место отдыхающих. То, что здесь летом зажигали, видно и сейчас. Кругом кострище, но не в этом соль. Мусор. На любой, как говорится, вкус и цвет. Картина удручающая. Огорчает культура наших горожан. То, что мы видим сегодня, вот эти вот огромные мешки с мусором, непонятно, неужели нельзя это все взять с собой, везти в город и положить спокойно в контейнер, и не мусорить так, загаживать территорию, в которой завтра приедут другие отдыхающие. Мне кажется, самое главное, это не каждый день убирать, самое главное, не мусорить. И когда придет эта культура, тогда нам не надо выходить на эти субботники. Тогда у нас будет чисто и красиво, как в Финляндии, Швеции, Дании и во всей Европе. Скорректировать пейзаж взялся весь аппарат мэрии и несколько управлений. И работа идет спора. Пять минут и очередной мешок отправляется в контейнер. А вот свалки тоже подарки от отдыхающих тают медленнее. И кто за все в ответе? Вопрос уже отнюдь не риторический. В субботнике периодические уборки – это нужно. Я думаю, что чистый берег, он все равно будет дисциплинировать людей. Кроме этого, принято решение на всех въездах в город установить перехватывающие контейнерные площадки, чтобы тот человек, который решил с собой мусор увезти, унести, значит, имел возможность сразу же, не бегая по городу, значит, его выбросить. И мы планируем в ноябре месяце выходить законодательной инициативой на правительство Вологодской области. Мы считаем, что необходимо серьезно повысить материальную ответственность за нарушения. Регулярные рейды и посты – вот еще один способ урезонить грязнуль. Вот этих граждан выявлять и привлекать ответственность, чтобы не повадно было. Можно даже специальные рейды делать. Но я думаю, что мы это продумаем, и все-таки начнем рейды делать. Продумаем систему этих рейдов, время, когда здесь люди мусорят, то есть как-то очередность в проведении их. Начнем привлекать. Еще один вариант – платные зоны отдыха. Заплатил отдыхай и любой селандшафтам. Последствия пиршества приберут другие. Может быть, подумать над предложением губернатора, что, наверное, зоны отдыха должны быть платные. Для того, чтобы и граждане вносили плату, и за них могли прибираться и создавать им условия для отдыха. А с другой стороны, тогда не будет бесконтрольных земель, где вот так вот можно все набросать, как вы увидите. И, наверное, за всеми такими нерадивыми гражданами убраться, наверное, невозможно. За какие-то два часа работы контейнер заполнился на треть. А в недрах – банки, склянки, коробки, бутылки, одноразовая посуда. Сложно сказать, это культурный отдых, если люди после себя оставляют мусор, битые стекла, посуду одноразовую, грязную. Культура, конечно, оставляет желать лучшего. И самая большая напасть – битые стекла, которые не всегда разглядишь. Если с ребенком здесь гулять, то мне было бы за своего ребенка страшно. Потому что не то, чтобы много грязи, что глаз не радует, а даже просто мелкие стекла, которые могут элементарно поранить ребенка. Такая хорошая территория – берег, река, вода. Получается, невозможно ей пользоваться. А это проспект строителей. Здесь тоже борьба, но уже не с людской халатностью, а с явлениями природы. Культура, немного, довольно чисто. Писки, много, а не хорошее. Налоговики лихо орудуют метлами и граблями. Юная Алена, пяти лет, тоже с граблями, но в уменьшенном варианте. Просто пришла на цепонник убирать вильки. Задача инспекторов – убрать проспект от улицы Ломоносова до площади строителей. Мы любим наш город, хотим, чтобы он был чистым. Пожалуйста, смотрите, как у нас дружно работает коллектив. Все вооружены инструментом, и мы им отдадим дань уборке обязательно. Мы со всеми вместе. Мы сегодня обязательно все уберем, чтобы было чисто, красиво, приятно. Общий областной субботник, организованный по инициативе губернатора Вячеслава Позгалева, собрал тысячи человек. Это не только сотрудники мэрии, но и представители промышленных предприятий, общественных организаций. Результат не заставил себя ждать. На улицы города вышло более 9 тысяч человек. Я благодарен всем, кто нас поддержал, кто поддержал инициативу губернатора. Надо сейчас сделать так, чтобы наш город оставался таким же чистым и в осенне-зимний период, и весной, когда от снега освободятся наши улицы, парки и скверы, чтобы он был такой же чистый, красивый и уютный. Генеральная уборка Вологодщины продлится в течение месяца. И присоединиться к ней может каждый. Людмила Макарова, Сергей Смирнов, информагентство «Череповец». Продолжение следует...